Ровно 85 лет назад, в ночь на 13 августа на Ржевском полигоне под Петербургом, был расстрелян митрополит Петроградский Вениамин. Его смерть стала зловещим символом большевистской кампании по изъятию церковных ценностей. В 1992 году архиерейский собор Русской Православной Церкви причистил митрополита Вениамина к лику святых. Священномученика и исповедника почтили в храме, освященном в его честь. Сопротивление властям, нежелание отдавать церковные ценности в пользу голодающих, ну и контрреволюция, конечно. Главное обвинение в адрес Петроградского духовенства во главе с митрополитом Вениамином, первым архиереем, избранным на кафедру свободным голосованием клириков и мирян. Несмотря на всю клевету, предательство, которое меня окружает, я чувствую, говорил митрополит Вениамин, необыкновенное утешение от Бога. За этими скорбями идет великое утешение от Бога. Еще в юности будущий святитель зачитывался житиями первых христианских святых и сокрушался, что времена, когда верность истине можно было доказать не только жизнью, но и смертью, давно миновали. Но век 20-й все поправил, и те, кто вдруг из ничего стали всем, преподнесли всему миру уроки новейшей истории, не предполагая, впрочем, что святцы русской православной церкви умножатся тысячекратно прославлением новомучеников и страстотерпцев. Священномученик Вениамин один из них. И этим дивным святителем совершенно воплотилось понятие ангел земной и человек небесный. Великий угодник Божий, который в полной мере исполнил заповедь спасителя о любви к Богу и ближней. Ревностно служа Господу и людям. Белоснежный храм, отстроенный в память священномученика Вениамина, в втором Симферопольском Болгачине четвертый год собирает прихожан на престольный праздник. В огромном микрорайоне это единственная церковь, а поэтому любимая. Я помню еще те времена, когда здесь было пустое место, ничего не было. И теперь вознесся вот такой прекрасный храм по молитвам новомучеников. Всех с праздником! Юлия Орлова, Андрей Псом и Юрий Рябов. Новости 24.